Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а это новый карантинный выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Возможно, вы уже слышали, что в последнее время довольно часто происходит стрельба в центре Киева. И не абы где, а прямо вот в центре по улице Владимирской, прям недалеко от главного офиса службы безопасности Украины. Происходит это все также около криптовалютного обменника. Господи, уже и такое есть. Обменник этот атакуют националисты. Они заявляют, что якобы через этот обменник идет финансирование ДНР и ЛНР, а также торговля наркотиками. Бизнесмены, собственники этих обменников заявляют, что это банальный рэкет. Давайте разберемся, что происходит на самом деле, почему становится нормой стрелять в Киеве, просто так устраивать драки, прям недалеко от СБУ. И кто эти самые националисты? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Как я уже сказала, это не единичный случай, а прям какой-то сериал, первая серия которого вышла 25 января. В сети появилось видео, как возле обменника по улице Владимирская, 23, прям среди бела дня началась стрельба. Заявляли тогда, что пытались типа ограбить этот обменник. На видео двое мужчин, один из которых с автоматом Калашникова, отгоняют группу каких-то людей и в качестве предупреждения стреляют в воздух. Наши источники в МВД сообщали, что к обменнику пришли националисты, которые принадлежат организации «Украинский стяг» и хотели они на этот обменник приклеить какие-то свои листовки, какие-то наклейки. Среди прочих там был довольно характерный персонаж, которого зовут Кристиан Ударов, если бы точнее по лицу Получалов, потому что националист из него такой себе. Уже после событий 2014 года, в 2017 году он ездил в Москву и в Лужниках там очень хорошо, скажем так, получил по лицу. Присяд! Ударов! Рефери-поединка Геннадий Зуев остановил бой через 35 секунд первого раунда техническим нокаутом поведомодержал Токаудин Спартанец! В Украине он сейчас рассказывает там про то, как правильно бороться типа с коррупцией, как надо быть патриотом. И вот в этом ясно-понятно блоге я рассказывала, что он вместе с убийцей Олеся Бузины-Медведька принимает участие в погромах баров на Подоле в Киеве. Работники обменки, увидев этих непонятных персонажей, вызвали охрану и та, собственно, приехала с оружием. Но это был не Калашников, а Сайга. С охранником, правда, был еще один мужчина, который представился сотрудником СБУ. Полиция, как сообщается, всех задержала, завела уголовное дело по статье «Хулиганство». Вчера, 2 февраля, эта история получила продолжение, то есть вышла в эфир серия номер 2. Во время вот этих всех потасовок пострадал другой праворадикал, ну, не совсем тоже адекватный товарищ, Алексей Середюк. Кроме того, что он полный неадекват, он еще и провокатор из братства Корчинского, который известен блокадой телеканала Ньюс Ван еще в те времена, когда он не был закрыт санкциями президента. Участвовал в атаке на телеканал «Наш» и там что-то боролся с копами и грозился выброситься из окна Шевченковского райуправления, но по какой-то причине не сделал этого. В сети также есть видео, как Середюк получает, собственно, от охранников, которых предварительно провоцирует вопросами. По типу того, вы что? Вы боевик, да? Вы боевик? ЛДНРовец? Кто вы там? Боевик? Претензии у националистов, собственно, понятны. Они предполагают, что якобы через этот обменник финансируются неподконтрольные Украины-республики, а также наркоторговля и еще что-то. Кошмарили этот обменник, судя по всему, системно, вероятно и скорее всего с целью вымогательства, но собственники этого обменника не стали как бы стоять в сторонке и дали сдачу. Всего в этой потасовке пострадало два человека, еще один, кроме Середюка, задержано полицией, было всего 14. По факту открыто еще одно уголовное производство, опять же такие по хулиганке, хулиганы. В целом история весьма себе банальная. Просто кучка националистов, которые специализируются на рэкете, вымогательстве и провокациях, решила рейдернуть обменку криптовалютчиков. И во время первого, и во время второго налета заводилой, судя по всему, был этот Кристиан по лицу получалов ударов, имеется в виду. В последнее время он активно работает с убийцей Олеся Бузины, Медведька. И опять же таки, по словам наших источников, националисты в последнее время пронюхали, что в этой обменке крутятся такие неплохие суммы. И решили, собственно, рейдернуть под предлогом, уже многократно отработанным, что, мол, они финансируют там ЛДНР и вообще боевики. И начали выдумывать еще какие-то истории, что эти там охранники обменки кричали на этих праворадикалов укропы, что мы вас там в Донецке мочили и тут замочим. Ну, короче, откровенная бредятина. В общем, было этим товарищам, рэкетирам недоделанным, оказано сопротивление. Вызвали вооруженную охрану и Середюка, этого бедного несчастного провокатора, ранили, отвезли его в больницу. И очень характерный, я просто, простите, ржала с этого сюжета, телеканал Рада, который пиарит Зеленского. Я так понимаю, это их сюжет. Во-первых, там перепуганная журналистка, которая, Боже, ранили ветерана Российско-Украинской войны. Вы просто послушайте, что говорит этот персонаж Середюк. Ну, такое выдумать надо, конечно, постараться. Саме сюда, в одну из лекарей столицы, доставили постраждалого ветерана Российско-Украинской войны, пана Олексія Середюка. Как вы себя почуваете, пан Олексій? Почуваю уже лепше, голова трошки крутится. Мені сказали, що швидше за все, що струс мозгу, ну, трошки зуби вибиті, але більш-менш адекватно вже. На мій погляд, я трошки досвідчений людина, це звичайні тітушки. Я на фронті таких бачив, це дійсно бойовики. І прокричали, що, якщо це, що ми вас, Укропов, в Донецьке мочили і здесь всіх, це наша земля і щось таке там іма там почали. І основна незаконність полігає в тому, що саме через ці обмінники незаконно можна спонсорувати ДНР і ЛНР. В общем, як ви понимаєте, всіх цих участників побоїща снова отвезли в Шевченковське райуправління. Середюк був в больниці, тому у нього не було можливості попытатися выпрыгнути з окна цього же Шевченковського управління ще раз. Там націоналісты ці во главі з Ударовым пытались доказати, що ця обмінка фінансирує, спонсирує ЛДНР. Але я так понимаю, що у них нет никаких доказательств, а хазяїва ці обмінки утверджають, що це просто банальна попытка рекета. Хочат бабла, щоб відстали. Вот така історія про стрельбу прямо в центрі Києва, недалеко от главного управління СБУ. Ктось говорить, що 90-е возвращаються, а хтось говорить, що це ж современна Україна, нет, нічого тут такого прямо з ряда вон, для кого-то неожиданного. А що ви думаєте об цій ситуації? Обязательно напишіть в коментаріях під ці видео. І не забувайте підписуватися на наш канал, нажимати колокольчик, щоб не пропускати нові видео і получати у них уведомління. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал «Политика страны». Там всегда більше актуальной інформації для вас. А також хочу сообщить, що недавно з колегами-журналистами з самих різних ізданьів і телеканалів ми зробили совмєстний проєкт, який називається «Круги під глазами». І це телеграм-канал, в якому ми з допомогою відеокружочков общаємося, розказуємо об інсайдах, об інтересних моментах в нашій професіональній і личній жизни. Якщо интересно, то обязательно підписуйтесь, ссылочку оставлю в закрепленном комментарії. Скоро увидимся, пока!